Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. В Западной Армении вопрос Арцаха. Статья Гаспара Тертеряна. Между главами Армении и Азербайджана установлена оперативная связь. Коалиция США нанесла удар по домам мирных жителей в Сирии. Американская актриса вспомнила о геноциде против армян, сравнивая Трампа с Гитлером. Отныне Центр китайских исследований будет функционировать на факультете востоковедения ЕГУ. Королевство Арарат Урартул был выпущен в преддверии 2800-летия Еревана. После визита президента Республики Армении Армена Саркисяна в Нью-Йорке Париж он посетил Москву, чтобы обсудить вопрос Арцаха с высшими должностными лицами Российской Федерации. Также, чтобы обсудить недавние события, в частности, после выступлений посла Милса. Мы хотели ознакомиться с позицией Западной Армении в вопросе Арцаха и обратились к президенту Западной Армении Арменаку Абрамяну. Прежде всего, отметил Арменак Абрамян, я хотел бы поблагодарить вас за ваш интерес, отражающий отношения между Западной Арменией и Арцахом. Однако, прежде чем раскрывать позицию Западной Армении по вопросу Арцаха, нам следовало немного подобрать страницы истории. В апреле 1920 года на ассамблее Сан-Рема мы взяли на себя решение этого вопроса, в котором союзники заявили, что Карабах является неотъемлемой частью армянского государства 1920 года в территории Западной Армении. В то же время, де-факто и через месяц де-юре общеизвестны. Все это было объявлено в соответствии со статьей 92-го Северского мирного договора. Полная статья доступна на нашем сайте. Государственное телевидение Западной Армении представляет вам статью великого представителя старшего поколения армянской интеллигенции в Ливане, мэтра Гаспара Тертаряна. В статье описан вопрос Западной Армении и международные политические события по этому вопросу. Гаспар Тертарян по-своему интерпретирует и представляет наши цели в этом вопросе и тактику их решения. Вся статья доступна на нашем сайте. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян считает ситуацию на армяно-азербайджанской границе и на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Республики Азербайджан беспрецедентно спокойной. В беседе с журналистами Пашинян заверил, что ситуация беспрецедентно спокойная и это в какой-то мере обусловлено договоренностями в Душамбе в ходе беседы с президентом Республики Азербайджан Ильхамом Алиевым. Он подтвердил, что налажена оперативная связь с властями Азербайджана. С азербайджанской стороной, как и договаривались, налажена надежная оперативная связь. Можно сказать, что любая информация за полчаса будет доведена до сведения президента Азербайджана. Если информация будет с их стороны, то дойдет до меня за тот же срок, заявил Пашинян. На вопрос о том, обращаются ли стороны по налаженной связи каждый раз в случае инцидента, Пашинян заявил, что это так, по необходимости. Международная коалиция во главе США нанесла авиаудары по домам мирных жителей в селении Ассуса в провинции ДРС Зор, сообщил РИА Новости. Да, такое случилось и сегодня. Авиация коалиции постоянно бомбит дома невинных мирных жителей, помогая тем самым боевикам исламского государства, заявил сирийский военный источник. Гостелевидение Сирии при этом сообщило со ссылкой на местные источники о погибших и раненых среди мирных жителей. Точное число пострадавших пока не уточняется. Руководитель Российского центра по применению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко заявил в понедельник, что в результате воздействия проамериканских формирований террористам удалось остановить полный контроль над полосой вдоль восточного берега реки Ефрат протяженностью около 20 километров между населенными пунктами Хаджин и Эс-Суса. Американская актриса и телеведущая Джой Бехар в эфире телеканала ABC News сравнила президента Дональда Трампа с Гитлером и в подтверждение своих слов привела в качестве примера геноцид армян, передает The Daily Caller. Обсуждая исчезновение саудовского журналиста Джамала Хашакджи, а также роль США в этом деле, Джой Бехар отметила, что Трамп предоставляет привилегии всем диктаторам, которые нарушают права человека, к примеру, Гитлер. Он убил 6 миллионов евреев, и одна из причин того, которая позволила ему думать, что это сойдет ему с рук в том, что мир закрыл глаза на геноцид армян, сказала она. The Daily Caller напоминает, что Турция до сих пор не признала геноцид армян. Турция не признала геноцид армян, несмотря на исторические факты, которые свидетельствуют о том, что в 1915 по 1917 годы в Турции были убиты и выдворены из своих домов полтора миллиона армян. И Бехар не единственная, кто считает, что отрицание приводит к повторению истории, говорится в статье. Отныне факультет Востоковедения ЕГУ будет функционировать как центр китайских исследований, направленных на углубление сотрудничества между Арменией и Китаем в области образования. Посол Китая в Армении Тиан Эрлун присутствовал на открытии центра 18 октября в ЕГУ. Декан факультета Востоковедения ЕГУ Рубен Мелкунян говорит, что китайская наука считается неотъемлемой частью Востоковедения. Это шаг, который позволит расширить наши исследования, и я надеюсь, что факультет сможет предоставить хороших китайских экспертов, от которых выиграет государственная политика. Центр будет оснащен технически, будет иметь также богатую культуру и станет хорошей площадкой для дискуссий и семинаров, сказал Мелкунян, добавив, что конференция по национальным меньшинствам в Китае и регионе состоится в 2019 году. Как сообщает Армен Пресс, во время пресс-конференции 18 октября автор альбома Артак Мовсисян отметил, что это случай представить миру Ван и научно-популярной форме. Царство Ван – один из самых важных этапов нашей истории. Это первое общеевропейское государство, в котором излагаются границы, которые один из европейских географов должен назвать армянским Нагорьем. Его ценность не была должным образом оценена нами, и сегодня мы должны восполнить этот пробел. В 2800-летии Эребуни Еревана было хорошей возможностью вспомнить этот пробел, сказал Мовсисян. Альбом трехязычный, написан на английском, армянском и русском языках. По мнению автора, нет необходимости искать какой-либо политический или иной контекст. Артак Мовсисян также рассказал об историческом Эребуни. По его словам, он находится в плачевном состоянии и не выглядит презентабельно. Эребуни сегодня не выглядит презентабельно для туристов. На стенах надписи на разных языках, не только сделанными армянами, но и иностранцами, посещающими это место. Артак Мовсисян надеется, что до конца года власти и соответствующие органы ответят на поднятый вопрос и восстановят крепость Эребуни должным образом. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «Звуки гор» в исполнении «Сосна Цареш». Звуки гор» в исполнении «Сосна Цареш» Субтитры сделал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!